Австралийцы из коллектива Can't Say Whips, безусловные мои фавориты, ну и Арканис Гейминг решили поэкспериментировать здесь с Мипо немножко. Решили брать количеством, как я понимаю, ну окей, Вич Доктор, Квапа, Лич и Акс тоже отходят в пик команды Арканис Гейминг. На данный момент Can't Say Whips в принципе берут стандартную страту, а вот как Арканис поведут себя вместе с Мипо, в общем-то здесь относительно мне ясно. Главное, чтобы Акс вокруг себя всех собрал, а там Лич, Квапа и Вич Доктор просто сделают туда фу-раскаст своих ультов. И в принципе ситуация сразу же решится для Can't Say Whips, если вдруг они заагрятся все вместе на Акса. А агрятся скорее всего будут, потому что у Can't Say Whips тоже врывная страта, им надо влетать как на Фениксе, так и на Клокверке, да и Шекеру надо быть рядом, чтобы драться. Короче говоря, есть вариант, реально, главное, чтобы выживал Акс. Аксу надо в супер вообще деф идти. Максимально продлить свою жизнь, потому что понятное дело, что ребята будут здесь бить очень сильно. И Лина, на которой будет играть у нас Wedding Crash, которая будет стоять скорее всего на мидлейне, соберет относительно быстрый аганим. Ну и Аксу переживать надо по-любому. Тут надо в ХП, в деф, во все, что только продлевает жизнь нашему Аксу. Что, игроки разобрали своих героев. Давайте сразу же посмотрим, кто на ком играет. Так, избавимся от этого жуткого интерфейса со старта. И перейдем непосредственно к матчу. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ, у микрофона друг. И у нас четверть финала Айлиги. Кенси Уипс против команды Арканис Гейминг. Ну что, Арканис забрали себе. Давайте сразу по игрокам, по героям. Майти Север будет играть у нас на Queen of Pain. Плей Хард будет играть на Аксе. Хейндрих будет играть на Мипо. Фрайд Баттерфляй будет играть на Вич Докторе. Ну и Джо Приел Рэмос будет играть на Личиа. Со стороны команды Кенси Уипс. Они играют у нас за Дайр и, кстати, уже подходят к лесу команды Арканис. Наверное, отложим мы перечисление Кенси Уипс до лучших времен. Потому что сейчас кого-то где-то можно подпоймать. Гоудота есть Фессора, но, наверное, до Мипо не добежит просто. 315 у Мипо, 360 у Гоудота может и поймать. Туди до конца у нас гонит Хейнриха. Хейнриха в итоге не поймали. Окей, переключаемся на игроков. Теперь можно расслабиться. Гоудот на Шейкере играет. Вейдин Крэш будет на линии отыгрывать. Туди на Клокверке. 343 будет играть на Фениксе. И Чейнс будет стоять у нас на Тролль Варлорде. Есть также вариант, что Чейнс отправится в Мидлейн. Вариант есть. А вот, судя по закупу, конечно, Вейдин Крэш отправляется на Мидлейн. Ну, Талисман, 2 чужих танго. Стандартный набор джентльменский. Ну, не знаю, в концепции Лины можно ли употреблять это. Ну, короче говоря, стандартный набор мидера. У Вейдин Крэша есть на данный момент. Против него на Мидлейне будет стоять Мипо. Аркани спустились во все тяжкие. Мипо пока что без подсейва будет просто в соло стоять против Лины. Раз касту Лины вообще чумовой. Один раз подставится у нас бедняга Золотокопатель или углик, кто он? Шахтер, по-моему, да, Мипо, если не ошибаюсь. Один раз подставится и проблемы будут у всей команды Аркани. Если здесь получится загнать Мипо на Мидлейне, то вся страта команды Аркани на 50% становится неуспешной. Потому что, безусловно, Мипо это план Б. Это тот, кто должен добивать, если вдруг не пройдет магическая страта команды Аркани с геймингом. Ну, Мипо терпит, хотя, в принципе, по фарму не сильно-то и проседает. 2-1 у нас у Хенриха. Гоу Дот вышел у нас на Хенриха. Лайт Стрекер и ловит у нас Хенрих. Ну и зачем стоять пуфаться на месте, непонятно, когда ты играешь против Лины. Там пуф кастуется секунды-две. Возможно, игрался у нас Мипо. Ну, так можно и доиграться. И Гоу Дот пошел дальше гнать Хенриха. И может, в принципе, с руки-то развалять Хенриха. Хотя, конечно, да, дэмэджа очень мало у Гоу Дот с руки. 51, здесь опять же 5 дефа, 150 хп. Но еще можно, надо только Лине подойти и запустить Драгон Слейв сюда. Все, Хенрих испуганный, но живой. Отходит у нас на Медлине. Давайте переключимся на следующие лайны. Как раз у нас Чейнс в очень интересной ситуации. Может здесь оказаться, подожгли его. Через Баттлхангер Джо Прил Рамос. Ну и Чейнс не туда повернул. Тут реальный случай, реальная, точнее, визуализация фильма Поворот не туда. Развалили у нас тролль Варлорда. Того, кто должен со стороны команды Кенси Уипс фармить и выносить артефакты. Теперь он пока что только уйму боли вынес в данном файте. По итогу Арканис повели. 1-0. Ну и выравнивают свои преимущества по золоту. Даже на 100 выходят вперед. По экспириенсу они выходят вперед на 600. Плейхард. Дальше за Чейнса. Крипы подходят. Не успел сагрить на себя Чейнса. Но еще и от Тауэра наполучал. Голдот уже здесь. Плейхарда останавливают. Надо стопить его хотя бы своим туловищем. Чейнс. Еще один удар и может развалиться здесь Акс. Нет, Акс бежит. И Голдот черепашьими шагами и своими ручками еле-еле у нас пинает. Плейхарда демеджа, конечно, Шейкер не наносит. И теперь более чем заметно, что Шейк у нас огромным образом страдает от недостатка. Маны. Монопул для коровы колоссальный. 125 с одной фиссуры первого левела. Это вообще невывозимо. Это при том, что всего-то 220. То есть даже две фиссуры дать при фулл мане Шейкер не может. Конечно же здесь нужны Арканы. Это безусловно не обсуждается. Но пока не очень удачно у нас ведет себя Шейкер. 2-1 стал счет. Кто там кому отдался. Клокверка у нас забрали на нижнем лане. И фраг забирает Фрайд Баттерфляй на Вич Докторе. Майти Сейвер отправился в мид. Отдали... Точнее вниз. Квапе отдали нижнюю линию. На миде фармит у нас до сих пор мипу. Мипа уже четвертый левел. Уже два мипа у нас на карте. Значит можно как-то где-то... Обузить свое количество. Один фармит. Другой получает по голове. Отходит у нас хилиться. Приходит фармить другой. Ну и все. Вещи носятся. Все в принципе легко вообще по перемещениям у мипа происходит. Пуф на одного героя. Пуф на другого. Собственно времени экономит тьму. Курьер как таковой. Мипарю нам не нужен. Вот опять же. Один просел по хп. Ушел на базу. Подрегенился. И сразу же отправился на мидлейн. Джо Прил Рэммас. Пощекотал нервы команди Кэнс и Випс. Ему половину хп правда снесли. Вот от такой щекотки. Но тем не менее живое. Два пуфа. На Ведин Крэш. И вовремя лайтстрайк эра от Лины. Останавливает у нас Хенриха. В итоге Мипо. Остается здесь без фрагов. 13-1 по крипам у Мипо. И 22 на 8 у Ведин Крэша. Сейчас можно исправить свое положение вещей. Данное положение вещей. Потому что Лину отогнали на собственный тавор. Но вообще Мипо, понимаете, прекрасно от Лины проседает. Да и кто вообще на мидлейне у нас от Лины не проседает? Я даже так толком и представить не могу. Кто бы нормально себя чувствовал рядом с Линой. Можно подумать о Снайпере, например. Или о Темплар Ассасин. Наверное ТА разве что. Неплохо бы себя чувствовала. А так в принципе любой. Даже тот же Снайпер. С этим постоянным спамом. Драгон Слейва. Вряд ли вывез бы нормальный крипстат. Так. Где у нас Туди? Туди просто стопит своих крипов. Туди хочет поближе к собственному тавору. Потому что Туди печаль. Он один раз уже умер. И умрет еще. Если будет наглым образом себя вести. Хенриха опять у нас пытаются поймать. В итоге Хенрих отбросился с сетками. И ушел отсюда. Вот Джо Прил Рэмаса могут и зацепить здесь. Нет. Крипы уже отошли. Ну и все. И Бэддинг Крэш. Соло выходит у нас на Джо Прил Рэмаса. Один Драгон Слейв точно. И скорее всего Бэддинг Крэш здесь останется. Да. Бэддинг Крэша забирают. Хенрих на лоу хп. Не пошел дальше Феникс. Потому что для Феникса критичная ситуация. И опять же Икарус Дайв в откате. 10 секунд еще. Неужели Баттерфляйт сможет настрелять у нас Фениксу? Ну. 3 секунды до Икарус Дайва. Прыжок и скрим оф пейн. Или просто скрим оф пейн. Все. Феникс должен улетать отсюда. Улетает. Но сейчас будет блинг. Сейчас будет блинг. Все. Феникс опять не туда у нас. Влетел сегодня команда КМЦ Уипс. Нон-стоп вообще делает ошибки. Тролль умер. По-моему по дичайшей глупости в кусты зарылся. Когда не нужно было так делать. Ну и теперь та же история у нас с Фениксом. Маленькому Мипо. Вдогонку Большая Лагуна Блейд от Лины. Третий фраг до команды Кенс и Уипс. 4-3 счет. Ну экшен имеется. Это уже приятно в данной игре. Обычно у нас Азиатский дивизион не очень изобилует данными. Вообще данными мувами. Но теперь вроде как на седьмой минуте 7 фрагов. И это уже считается хорошо. Обычно мнуться с ноги на ногу. Но здесь расстроится талант команды Арканис. Когда Хенрих вывезет себе хотя бы один серьезный артефакт. Это либо Аганим, либо Даггер. И мы посмотрим на серьезную акшендоту. Хенриха не ловят. Лайтстрайкеры и в никуда. Зато Драгонслейвом Мипо зацепило. 4-3 по золоту. Арканис Гейминг на 200 выигрывают. По экспириенсу 500 с копейками тоже в их пользу. Написали, что Хускар у нас Лину в миде спокойно унижает. Ну, возможно и так. Просто куда потом этого Хускара в CM моде девать? Вообще в профессиональной доте. Что потом с этим Хускаром делать непонятно. Лина имеет перспективу выйти в лейт серьезный. В Хускара в лейте вообще не верю. Особенно при бёрст дэмэдже, при постоянном контроле на профессиональном уровне. Тут разве что, не знаю, Габлак со своей командой, любой командой мог бы проиграть у нас Хускару, медовому. Потому что нет станов, нет контроля. Собственно, тогда да, тогда из Хускара можно сделать звезду. И Лину можно унизить в миде и лейт. Хоть как-то, но выглядит серьезно. Слабо верится здесь по данной стратегии, что... Да и вообще слабо верится, что Хускар у нас когда-нибудь появится в профессиональной игре. Вичдоктор отправляется на медлей. Дает ему возможность заработать свой левел и где-то забайтить даже, возможно, на себя. Потому что недалеко у нас уже находится Хенрих. Он, по-моему, тут разбирается в лесу с животными. Ну, я думаю, если на Вичдоктора выйдут, сразу же здесь окажется у нас миппо. Появляется Boots of Travel уже для миппо. Восьмой левел на данный момент. Девять минут сыграно. По золоту Арканис тысяча. По экспириенсу тысяча с копейками тоже в пользу команды Арканис Гейминг. Плейхарда до Даггера еще собирать 1200. Очень далеко. Очень далеко. Десятая минута почти у нас. Ну, приблизилась. Десятая минута у нас. И, в принципе, уже бы и по таймингу. Но, тем не менее, ничего у Плейхарда такого нет. Туди врывается у нас на хукшоте. Плейхарда. Лагуна Блейд. От Уэддин Крэша на лохэп Туди. Туди умирает и Майти Сейвер на хосте. Забирает двоих и просто отсюда убегает. Но, недалеко, опять же. Ботлом немножко отпился и можно продолжать файт. Феникс уже здесь. Все, кто живы в составе Кенси Уэйвс, отправляются на топ-лейн. Собираются драться дальше. Но, команда Арканис Гейминг не очень-то и драться с ними хочет. Прайд Баттерфляй на лохэп Пэк. Полетели каски. И каски сейчас зацепят и Тролля, и Феникса. И можно сюда лететь будет. ТП от Акса. Плейхард без даггера. Поджигает Феникса. Не дают, кстати, заюзать даже Акар на себя. Все, загорел на себя Феникса, Феникса развалили. Зачем Чейнс ворвался на Плейхарда, непонятно. Дали бы выжить своему Фениксу. Там, гляди, что-то бы и получилось. Ну и Акс тоже не туда вообще залез. Забирают его достаточно быстро. Подарили фраг Шейкеру. Где-то, я думаю, на горизонте Солринг уже замаячил. Либо это будут Арканы для Шейкера. Ну, возможно, и Солринг вместе с Транквиллами. Фейсбутцы приобретает себе... Вообще 10 минут прошло. Посмотрим, у кого что по вещам. Фейсбутцы есть. У Тролль Варлорда есть Мордип Маск. Также для Чейнса. Со стороны Феникса. Две гантели силы. Бутсу в спид. Больше, в принципе, 3-4-3 ничего. Ну, 4-5 по Крипстатам. Откуда брать деньги? Так, Туди готовится ворваться. Да, как я понимаю. Возможно. Возможно, ворвется. Но это, скорее всего, будет самоубийство. У Туди уже есть ПТ. В принципе, больше ничего. Сталшилд, Хеллинг Селф и 350 на руках. Так, Тролль где-то просел. Это все на топ-лейне. Дальше, по линии смотрим, как дела. Фейсбутцы имеются. Есть Тапа Физардри и имеет Сейдж Маск. Остается насобирать еще до Водит Стоуна. Так-то деньги на рецепт Юла уже имеются. Ну и Шейкер приобретает все-таки себе Аркан Бутцы. Ну и все. Вспомогательные артефакты тоже для него. Джо Прил Рэмас с одним тапком. Вич Доктор с одним тапком. У Мипо есть Бутсов Тревел, есть Угр Клаб. Так, пошел у нас на мид-лейн врыв от команды Кенси Уипс. И скорее всего Кенси Уипс здесь развалит команду Арканис. Уже минус 2 делает Кенси Уипс. Зато забрали у нас Лину. Дальше погоня пошла за Клопой. Ну бедняка Клопа. Ворвалась помогать своему коллективу. И в итоге сама еле-еле ноги отсюда унесла. Да нет, точнее не унесла. А сама вообще 2 секунды даже не пережила. Развалили у нас Клопу. Развалили Вич Доктора. Развалили также Личас. Стороны команды Кенси Уипс 2 игрока у нас в таверне. Хотя Кенси Уипс здесь по опыту и по золоту очень сильно поднялись. 2 500 они заработали по опыту. И по золоту тоже 950 им капнуло. Это полезно. Кенси Уипс были в роли отстающих. Теперь где-то к нолю у нас идут графики. По экспириенсу тоже 2 с копейками выигрывали. Арканис теперь 1300 в пользу все тех же Арканис. Но отставание команды Кенси Уипс сокращается. Плейхарда. Туди просветил и готов врываться. Есть у него уже хукшот. Надо просто приблизиться куда-то. К кому-то. Игра наплывами, в принципе, волнами такими идет. То у нас файт 4 на 4 или 5 даже на 5. То у нас постоянный застой. То по лесу, то на лайны. Ну и такая не самая интересная и увлекательная игра, как для зрителей. По золоту на первом месте у нас Лина. У нее 6 300. Имеется сейчас. И 6 100 для Queen of Pain. Опять же, Квапа Фармита, где у нас Лина в это время. Лина на топ-лейне у нас. Под смоком готовы выйти. Ну, пингуют у нас и на мид-лейн, и на нижний лейн. Чейн здесь остается. А Трипла под смоком отправляется на центральную линию. Майти Сейвера смогут поймать. Если будет Фессура и будет Лайт Стрекерой, можно будет ловить. Голдот успеет ли дать Фессуру по Майти Сейверу? Должен успевать давать. Поднимает Ветра. Сразу под ноги Лайт Стрекерой, Фессура, ну и Лагуна Блейд. Туди уже зря хукшотился сюда. Ничего, в принципе, от Квапы остаться после раскаста не могло. Ну, на всякий случай доверного. Решил сыграть Туди. Суждать за это точно его не стоит. Пятнадцатая минута и появляется Даггер для Акса. Как Мипо там живет. Ой-ой-ой, на мид-лейне. Голдот слегка загулял. Будут стараться его поймать. Фрайт Баттерфляйс. Еле-еле живет. Еле-еле. Каски так и не дал. Здесь бы под касками двое суток команда Кенцевы обстояла. В итоге отогнали Витч Доктора, забрали Т1 по мид-лейну. Ну, пожалуйста, вот вам небольшой камбэк. По золоту тысячу уже так, так, так. Плейхарды у нас поймали. Веринг Рэш. Штурки его расковырял. И Клокверк ракеты у нас добил Акса. 9-11 счет. И Кенцевыпс по золоту начинают выигрывать. Тысячу с копейками. По экспириенсу они тоже вышли в ноль. Хотя проигрывали две с лишним. Хороший, добротный австралийский камбэк. На пятнадцатой минуте у Акса есть даггер. Только Акс что-то с этим даггером мрет и мрет. У Акса три смерти при одном убийстве. Это точно не лучший вообще вариант для команды Арканис Гейминг. Туди во вражеском лесу. Вединг Рэш тоже отправляется во вражеский лес. У него есть 1600 после Юла. По фарму Лина по-прежнему на первом месте. И опережает у нас Мипо. Липо 13-го, Лина 11-го. Наверное, так и должно быть. В принципе, Мипо экспириенция побольше получает. 1800 у Вединг Рэша на руках. Кстати, можно уже думать об Аганиме. И тогда одного Мипо смело можно будет выключать. Там попробуй пухнись нормально. Еще если Хукшот туда или Квессура туда, возможно, Контр-Мипо нормальный придумали. Ловят на себя Туди у нас. Плейхард. Должны забирать Туди. Поднимают его в ветра. Ульта пошла от Джо Прил Рэмаса. Веринг Рэш на лохэпэ. Вич Доктор. Очень крутой здесь Дэзвард ставит. Расковыряли Лину. Развалили также Туди. И Чейнс на лохэпэ. Бежать отсюда. Ульта пошла от Шейкера. Плейхарда. Развалили в итоге Шейкера. И Плейхард здесь тоже умирает. Ну и Майти Сейвор пилит у нас Феникса. Минус 4 делает команда Арканис Гейминг. 13-2 они вырываются вперед. И здесь по золоту, по-моему, очень много получили. И Тавер заберут сейчас на Мидлейне. Тут, я думаю, тысячи 3-4 им капнуло. 718 потеряли Кенси Уипс. Полторы тысячи. По золоту заработала команда Арканис Гейминг. Это при том, что Акса потеряли. Ну и 4-100 по экспириенсу. Еще и Тавер забрали. Короче, вот оно преимущество. В две тысячи в ноль у нас абсолютно уходит. И по экспириенсу опять две тысячи Арканис начинают выигрывать. 13-12. Игра ровная. Игра очень и очень плотная. В вопросе какого-то соперничества. В вопросе фарма. Драки. Драки тоже то в одну, то в другую сторону. Аганим появляется на Мипо. 13-ая минута. Мипо у нас уже 4. Будет ли здесь Даггер? Вот очень бы хотелось посмотреть на это. Все-таки тем-то дота от обычных раковых пабов и отличается, что если берут Мипо, то только ребята, которые умеют им управлять. На рандом никому ничего на ЦМ не выпадает. Под Смоком Кэнсу Випс во вражеский лес. Причем очень далеко идет Кэнсу Випс. Да, у них здесь был Вижен. Они более-менее спокойные. Здесь тоже под Смоком Арканис Гейминг спадает. Смок с Плей Харда. Понимает, что где-то кто-то есть. Только поставили вард. Кэнсу Випс сразу же вард разбивается. Здесь Центрик стоит. Теперь об этом должны знать Кэнсу Випс. Отправятся на нижний лайн. Будут стараться зацепить Мипо. Втроем это можно делать. Туди туда ворвется, Бэддинг Крэш даст Лагуну Блейд в одного из них. Ну и все. Один Мипо улетает, остальные за ним. Это очень просто делается с Бутсов Тревел. Неуловимым мстителем просто эти Мипо. У троллей Варлорда Угр Клаб после Яши появляется. Чейнс готовится выйти в... Я думаю, что Сэнджин Яша. Потом уже будет думать о БКБ. Обычно тролли не очень сильно заботятся о своей безопасности в вопросах какого-то магического рассказа. Сколько не смотрю, вот просится здесь БКБ, прям вот вообще аж кричит БКБ, купи меня, купи меня. А тролли как-то игнорируют все эти крики. И причем это, как по мне, крики, в принципе, у какого-то разумные вполне крики. Здравого рассудка. Тролль Варлорду плевать на все это. Он собирает Сэнджин Яшу, потом уже будет разговаривать с кем-то. Да, пожалуйста, после Огр Клаба Белтов Стрэндж для тролля Варлорда. Это то, что при том, что против него играет Квапа, против него играет Лич. Опять же здесь Каски, опять же здесь Мипо с Пуфой. И тролль собирает при этом Сэнджин Яшу, а не БКБ. Посмотрим, пусть это будет, в принципе, на совести Чейнса, если вдруг не попрет, и тролль будет умирать чуть быстрее, чем заходить в файт. Тоже не мое дело. У Хенриха по золоту 200 есть на руках. Думаю, в принципе, теперь появление Даггера более чем реальное. Для Хенриха 15-й с копейками левел, немного до 16-го остается. Тем более мы знаем, как Мипо зарабатывает это Чейнс на лоу-хп. Вот, пожалуйста. Сэнджин Яши еще не было, да? Да, но не поэтому вообще у нас Чейнс умер, не потому что у него Сэнджин Яши не было на руках. Был бы БКБ, вообще бы здесь был Куловый и ушел бы. Туди в итоге поймали, забрали Туди, забрали Чейнса, а команда Арканис Гейминг начала сыпаться. Втроем уже развалились, Витч Доктора тоже, скорее всего, здесь оставят. Фрайт Баттерфляйс по дурной, никуда далеко не убегает, Феникс забирает этот фраг. И в итоге один Мипо остался жив. Четыре в два. Кэнси Уипс согрызнулись. Пять четыреста по опыту. По золоту полторы тысячи тоже остались в плюсе Кэнси Уипс. У Шейкера появляется Даггер, Блейдмейл есть также у Акса, и вот оно чудо. У тролль Варлорда появляется Сэнджин Яша. А теперь смело можно идти в БКБ. Можно, правда, было избежать данного фрага и собрать себе БКБ чуть-чуть пораньше. Такой тролль решил, решил поступить так. Фейсбутс и Мордипмаск, это помимо БКБ. У Кэнси Уипс, у Клокверка появляется Форс Став. Форс Став, я думаю, здесь даже непонятно для кого. Наверное, для побега отличия. В принципе, Клок-то себя выталкивать из Когов здесь, наверное, нет смысла. В Когов, в принципе, можно хотя, опять же, остаться, например, в сетке где-то под Мипорями. Это проблема, это полная, полнейшая проблема. И от Лича убежать тоже надо нормальный мув спит. И от Акса кого-то оттолкнуть. Или самому тут не оттолкнешься, но от кого-то оттолкнуть можно было. Ну что, врывается у нас Хенрик. Студия уже на лоу ХП. Хенрик просто бьет с руки. Ну и все, раскастовка от Лины. Развалили в итоге Мипо. Чайник полетел от Лича. Wedding Crash на половине ХП. На лоу ХП Гоудот отсюда уходит. Дальше у нас пошла драка на Мидлейне. Погоня за Wedding Crash развалили Wedding Crash. Mighty Saver и Witch Doctor вцепились у нас в Лину. В итоге команда Кенсу Випс троих потеряла и забрала всего лишь двоих. Не могу понять. То одна команда выигрывает, то другая файты. То одна, то другая. И что это за качели? Они просто лишены всяческой логики. Ну, в принципе, за непредсказуемость Дота и интересно. За это мы ее и любим. 10-200. На данный момент NetWars для Лины. Ну и 9-800 у Мипо. Совсем чуть-чуть Мипо отстает. До этого отставания было 2 с лишним тысячи еще. Когда меньше гораздо были цифры. У Лины уже есть Аганим, есть Юл, есть Фейсбутцы. А у Хенриха и Даггер, и Бутсов Тревел и всего предостаточно. Каждый из Мипо может летать. А это значит, что Мипо сверхмобильным становится. То есть... Можно 4 раза проезжать Бутсов Тревел. А где, кстати, 5-й парень? Нет, нет, нет. Не вкачано еще. Не вкачано ульт у нас у Хенриха. 24 минуты сыграно. Арканис Гейминг по золоту 3 с копейками. По экспириенсу тоже 3 с копейками. Но что здесь пожелать Арканис Гейминг? Здесь какой-то рациональности можно пожелать Чейнцу. Быстрее бы собрать... Точнее Кенци Уэпс. Быстрее бы собрать БКБ на Тролль Варлорде, чтобы чувствовать себя уверенно. Справляться с Мипо уже становится несложно. После появления Аганима Лины. Там Фессура, Лайт Страйк Кэрэй, Драгон Слейф и все. И Мипо можно забирать. Причем любого. Кого вижу, того убью. То есть в одного все вкастовали, Мипо умирает. Мипо вообще ни в коем случае нельзя подставляться. Плейхард врывается у нас на Туди. Туди включает Блэйд Мэйл. На лоу ХП здесь Феникс. Акса тоже забрали. Пока что один в один. Фрайд Баттерфляйс на Туди. 3 секунды еще не будет касок. Вейдинг Крэша убили. И Мипо живет. Хенрих-то выживает. Майти Сейвер уже даблкил. Пошел у нас ульта Джо Прил Рэмаса. Забрали. Не пойми вообще кого. И Чейнс у нас здесь на лоу ХП. Майти Сейвера пытается запилить. Ну и что? И просто с горы Лич у нас разваливает тролль Варлорда. Просто говорит, успокойся. Немножко охладись. Странно, когда тролль Варлорд на 25-й минуте терпит у нас от обычных раскастов. Даже не от ультов, которые там сквозь, я не знаю, тех ультов, которые сквозь БКБ бьют. Или тех ультов, которые физухой бьют. Вот таких как ВИЧ Доктор. Умудряется просто сливаться. Один несчастный раскаст от саппорт Лича. И тролль Варлорд отправляется в Тавер. И отдает Рошана своим оппонентам. Папа забирает Аэгис. Будут стараться забрать. Да как же? Ребята, как же? Дальше, дальше бежит 3-4-3. Но скорее всего здесь умирает 3-4-3. И Джо Прил Рэмас не должен догорать. Не должен. ХП достаточно. Также Туди у нас здесь поймали. Плей Хард. Должен договырять Туди. В итоге Квапа забирает этот фраг. 24-21. Файты такие, что нельзя вообще понять, кто там на кого нападает. Нон-стоп драки. То одни отступают, первые нападают. То первые отступают, нападают вторые. У Квапы уже есть Оркит и есть БКБ. Где БКБ тролль Варлорда? Пока что нет. Нет. И я смотрю, не очень чейнц об этом заботится. 24-21 Арканис Гейминг. Впереди 7,5. Они выигрывают по золоту. И 12 выигрывают по экспириенсу. И Лина постепенно отваливается у нас на третье место. Потому что на первое вышел Майти Сейвер на Квапе. 9-3-6 счет. Пока да, у Майти Сейвера есть БКБ. Есть Оркит. Поэтому цеплять Майти Сейвера уже непросто. На Фиссуру Фиолетово. На Эхо Слем тоже Фиолетово. И на Туди. Относительно Фиолетово БКБ включаешь и летишь. Есть Огрглаб для Тролл Варлорда. И 1200 для чейнца сверху. Пошел врыв у нас на 3-4-3. Выталкивает его Туди. Сам ловит Плейхарда в коде. И тут батарея Сау Плейхарда разваливается. Ну и Туди в итоге убили. Голдот тоже на лохэп. Фрайт Баттерфляй разваливает так же постепенно еще и Шейкера. И убивают... И убивают Феникса. Теряет Эггис Майти Сейвер. Дальше на хайграунд. За Линой. Хейнрих всей толпой здесь стоит. Ждет Веден Крэша. Пошел Эхо Слем. На лохэп здесь один из Мипарей. Здесь Лич всех просто разносит в хлам. И Хейнрих просто собирает сливки с данного файта. Улетает отсюда Мипо. Потихоньку к своим друзьям. На Тауэр Хилица. И это Тим Вайп со стороны команды Арканус Гейминг. 3000 заработали. Заставили 2400 потерять Кенси Уэйпс. По Экспириенсу 5200. И 2000 заработали Кенси Уэйпс в данном файте. В любом случае Арканус Гейминг начинают доминировать. У них есть преимущество в 10 с копейками тысяч по золоту. По Экспириенсу за 17 уже переросло их преимущество. Ну и все. И падает Мид Лейн для команды Кенси Уэйпс. Глиф заканчивается. И Мипо начинает ковырять Тауэр просто своими лопатами, руками. Или что теперь у нас в руках у Мипо? Толком и не понятно. Раньше это были лопатки, сейчас это кусок какой-то кости. Чьим-то подзвоночником разваливает у нас Мид Лейн. Феникс пришел, задумался. Где-то здесь были наши бараки. Ребята, что случилось? Что с моей дотой? Верните, как было. Фрайд Баттерфляй после Пойнт Бустера есть 1500 на руках. Еще 1500 Вич Доктору до Аганима. Как только начнет, соберется Аганим, я думаю, это будет начало-конца для команды Кенси Уэйпс. Тут Аганим решающим, ну таким переломным артефактом является в руках Лины. Начинает бить сквозь Блэк Кинг Бар. Да и вообще по демиджу чему наносить. А здесь Аганим просится вообще на Вич Докторе. Блейхард отправился на Рошана. Ой, на Рошана, на Эншентов. Конечно же, Рошана уже забрали. И потеряли. Огр Клаб есть, есть Митрилхаммер. Акс готовится выйти в БКБ. У тролль Варлорда 1500 на руках. 1700 в Курьере ничего нет. Я думал, что Чейнс уже у нас купил Митрилхаммер. Нет ничего подобного. Точно, точно ничего. 30 минут сыграно. Арканис гейминг по золоту. 18 тысяч по экспириенсу. 23 тысячи тоже в пользу данного коллектива. Отправляются по нижнему лайнеру. Команда Кенса Випс на топе. Но здесь еще далековато до Т2. Арканис уже подошли к Т2. И выбирают себе позицию для удачного врыва. Ждем, верим, надеемся. У Акса можно, в принципе, сделать блинк вот сюда. И подождать, пока Даггер откатится. Или пешком забежать. Да, Плейхард просто на морозе вообще. Отправляется на пот-тауэр. Будет ждать первую свою жертву. Как только ворвутся в Плейхарда, сразу же... Как только появится, точнее, на горизонте. В принципе, Вижен нормальный. У команды Арканис с хайграунда сразу же готов, я думаю, врываться. Акс. Пошли давить, Кенси Уипс. Т2 здесь допиливает команда... Точнее, Арканис. Кенси Уипс допиливает Т2. В это время на хайграунд заходит Кэм. Можно просто на тупом потерять. Вообще у нас нижний лайн. Гол до. Деха слэм. Туда же Лагуна Блейд. Тут Вейдинг Крэша. Вот это рассказ я понимаю. Чейнс разваливает здесь также Акса. Майти Север под БКБ. Бежать отсюда. Чейнс под Блейкинг Баром. Неужели так долго надо было ждать? Хенрик прилетает сюда. Выкупился и быстрее файт. Мипо дальше за Чейнсом. Будут пытаться поймать Чейнса. Нет. Переключаться, наверное, на товара. В итоге тут размен непонятно сколько в непонятно сколько. На Гоу Дота. Просто руками. Хенрик его заковырял. Еще раз умирает Мипо. Трепл килл для Чейнса. Правда, оно того стоило столько ждать. Ну и сразу же блинкаут у нас Квапа. Еще бы Квапа здесь не подставлялся. Хотя нет элементарного ТП у Квапы. 4600 на руках у Майти Сейвера. Можно сейчас, проходя мимо магазина, зайти и купить себе Хекс. Не факт, что нужно, но можно. Майти Сейвер, задумайся. Подумай об этом. На досуге. У Акса есть Митрилхаммер, Огрклаб и остается до Блэкингбара где-то 200 после этой пачки крипов. Если Акса у нас, конечно же, умеет фармить. Ну, вроде да. Да, остается 150-175 дом Блэкингбара. У Квапы уже есть Хекс и 1700 сверху. Есть на байбэк для Майти Сейвера. Вот Блэкингбар, Тролль Варлорда. Единственный раз удалось провязать Чейнцу. Первый, точнее, раз. И пока что единственный. Провязать Блэкингбар, он делает трипл килл. До этого такой тухляк вообще у нас от Тролль Варлорда. Он получается 0-5, если я не ошибаюсь. 3-5 шел. Или 2-5. Короче говоря, хуже. Хуже. Гораздо хуже были его показатели по... ...киллдэс ассист. БКБ прилетает у нас к Аксу. Есть Блинкдаггер, есть Блэйдмейл. Со стороны команды Арканис Гейминг. Давайте по артефактам пробежимся. 550 остается Фрайд Баттерфляйс до Аганима. У Мипо уже есть Аганим, Блинкдаггер и Бутсов Тревел с Геос Септра. И осталось Алтимейт Орб насобирать Мипарю. Я, кстати, не очень понимаю, куда этот Геос Септр, во что это, вылится в итоге. То есть на одном его заюзать можно, а остальные ребята... ...как быть с другими остальными ребятами? С другими остальными. У Лича появляется Аганим, Плейхард приседает по ХП. Туди пошел нас гнать Плейхарда. Агрит на себя Плейхард. Ну и, скорее всего, чейн здесь может его и забрать. Чайник полетел и на Туди остановился. Все, Плейхард БКБ и не собирается уходить, собирается драться. Бессеркет колл через 2 секунды. Искали бы, кого поймать здесь со стороны команды Кенси Уипс. Арканицы никого не нашли. По итогам файта, 1650 забирает команда Кенси Уипс. В данной драке просто забрали Квапу. Еще бы Квапа у нас на первом месте по Нетворцу. 18 с копейками для Квапы. У Лины появляется БКБ. Просто не игра, а аппарат БКБ. Немножко запоздал их на некоторых героях. Да на всех героях, в принципе, запоздал их БКБшки со стороны команды Кенси Уипс. На остальных вроде как... На Арканист Гейминг вроде как все по таймингу. Квапа вообще вторым артефактом сразу после Уоркита собрала БКБ. Акс тоже, в принципе, Блэйдмейл и сразу в Блэкинг Бар. Долго тянуть с этим не стал. Кенси Уипс тусуются на собственном секрет-шопе. По золоту они проигрывают. Че тусоваться на магазине, когда у тебя денег нет, непонятно. 15 тысяч они проигрывают по золоту. По экспириенсу тоже чуть более 15 в пользу команды Арканист Гейминг. Спасибо, ребят, за информацию, что дополнительный урон будет от Этериал Блэйда за счет Астрала и за счет пуфов. Я это все прекрасно понимаю, но дело в том, что Мипа у нас собрал не просто Геосептер. Если бы это был просто Геосептер и капали деньги для Мипа, я бы тогда подумал. Для чего, собственно, ну что да, он собирается в Этериал. Но у него есть Ultimate Orb. Ultimate Orb говорит о том, что в Скаде собирается у нас Мипа. Здесь он покупает один из артефактов за 200. Для Скаде другой за 1600 покупает для Этериала. Чтоб такой разброс был по артефактам. Это же не просто артефакты там за 450 или за 300. Что куплю себе, например, орпу веном и пусть лежит. Нет, это артефакт за 1600. То есть, получается, он и Скаде не собрал, не пошел в него. И Этериал пока еще не собрал. Вот, надо тогда один Ultimate Orb оставлять. Хотя сейчас деньги, в принципе, практически готовы на Этериал Блейд. Да и до Скаде осталось всего ничего. Тут 500 голды. В итоге, не знаю, ни туда, ни сюда. Хенрих у нас венвисит. Может ворваться в Гоудот. Гоудот надо убирать до Эхо Слэма. Пошел у нас Чаник. Гоудот на лоу ХП. Эхо Слэм перед смертью дает. Хенрих, в принципе, нормально себя по холл-поинтам чувствует. Выталкивает себя Туди. В итоге Чейнс въедается у нас в Хенриха. Трипл килл пошел уже от Лича. Мы пока смотрели, как ведет себя Мипо. Но развалили всех игроков команды Кенсу Вип с одним Чайником. Чейнс опять цепляет. Ну и здесь Дез Варт, вот Чейнс. Он стоит в сетке. На него тьма пупов. И Хенрих просто решает все многократными одиночными ударами. В данном случае можно, наверное, так сказать. Это Хекс на Мипо. Это не Скаде. Это Хекс для Мипо. Гео Септер пока что сам по себе будет гулять. На нижней лайн перемещается команда Аркани с Гейненко. Они сделали минус пять и им можно. Можно отправиться и на топ лейн. Можно отформить, в принципе, топ линию. А можно сразу пойти и развалить. Байбэков, как я понимаю, у команды Кенсу Випс нет. Иначе давным-давно байбэк. Чейнс не выкупается. В соло это бессмысленно. У остальных ребят с командой Кенсу Випс нет байбэков. Ну и самое время, мне кажется, нажать на есть докапало все-таки. Но самое время, мне кажется, писать ГГ. Но решили еще подраться. Чейнс на лоу ХП сразу же Хексову ловят. Ну и все. Развалили Чейнса. Это означает, что теперь надежды, в принципе, у команды Кенсу Випс практически нет. Джо Прил Рэммас просто с руки пили Туди. Приехали. Голдот. Без Эхо Слема 20 секунд еще. Нарал Аквапана. Всех Голдота поймали в Хекс. Развалили. И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И будут переть, пока Кенсу Випс не психанув, не напишет. Good game, well played. И что у нас команда Кенсу Випс так и есть. Арканис реально лучше реализовали свою староту. Что, поздравляем Арканис с геймингом. Они повели в данном Best of 3 со счетом 1-0. Вот. И Кенсу Випс придется что-то выдумывать. Эти ребята мне очень сильно нравились на Гест Сикапе. Повтор которого вы смотрели до данного матча. Ребродкаст наш. Они выдумывали что-то. Они старались действовать нестандартно. В данном пике Кенсу Випс действовали вот уберстандартно. Более стандартно даже и не представишь. Я не знаю, какая комбинация и какой набор героев, вообще набор стратегий, вообще менее читаем, чем данный. Кенсу Випс надо что-то придумывать, потому что как показывает вот данная игра, да и вообще как показывает статистика, Арканис гейминг посильнее в вопросах кадрового состава. Надо их как-то переиграть каким-то майндгеймс. Посмотрим, как это получится во втором матче. Напомню еще раз, вы смотрите студию игрокам ТВ, у микрофона друг. Не забывайте нажимать фолл на нашем Твиче, ну и заходите в группу ВКонтакте. Все дальнейшие стримы будут именно там. Пока что перерыв 2-3 минуты, музыка, графика. Услышимся уже на второй катке. Субтитры сделал DimaTorzok